Продолжаем тему Круговорот переплощения души человека Мы немножко задержались, рассказывая про оболочки человека А сама дух, душа, куда она уходит? Она уходит, он говорит так, проходя Но насколько я понимаю, да, сердце это всё хорошо, но идёт Она где-то больше с позвоночника, с позвоночника выходит Выходит через вот эту чакручку И что происходит с ней дальше? Она сбрасывает оболочки, оболочки уже сами по себе, они распадаются Они живут, распадаются То есть вот это физическая, энергетическая область человека Которая, будем говорить так, они распадаются сами по себе, а дух уходит Таким образом, да, у каждого по-своему идёт Но многие видели через туннель, открывается какой-то туннель И там очень многие видят по-разному Ну, некоторые, я знаю, что видят своих покойников Которые сидят рядышком Или видят людей, которые сидят И очередь огромнейшая Видят, будем говорить так Или человек идёт в пространство какое-то, входит Его кто-то может встречать, кто-то может не встречать Где верно или неверно, по-разному идёт Но я могу сказать так Мир-то разнообразен Может быть и тонкий мир разнообразен Куда мы идём Там тоже, может быть, разные входы Будем говорить так Куда человек входит и выходит Нету Но будем говорить так Точно так же, как мы все устроены Будем говорить Две руки, две ноги, голова, тело Всё это есть, функционирует Но дело в том, что радужки глаз у них разные Разные, будем говорить, пальцы Разная форма груди, например В этом отношении ноги и прочая Прочая индивидуальность идёт По этому самому Даже на физическом уровне Поэтому, может быть, и в тонком мире Там идёт разные именно направления Куда входят Каким образом душа Или так, или так, или так Это пока ещё неизвестно Может быть, религиозный человек идёт своим путём Может быть, человек-атеист идёт своим путём То есть, его идёт В какие-то свои врата идёт Кто-то идёт наполовину Будем говорить, своими вратами идёт Но, как вот показано Будем говорить По снам По снам Человек попадает В свою Будем говорить Плоскость Почему? Потому что Почему нельзя плакать по покойникам? Вот, насколько я поняла Когда человек умирает Он попадает В свой слой Тонкий мир Очень цветной Поэтому цветные Яркие цветные Сны Они не толкуются А если толкуются То с точки зрения Например, что человек может Скоро, например, умереть Или посетил этот мир Вот, например Женщине Перед тем, как она умерла За три дня Ей снилось Что она ходит Среди огромнейших Красивых цветов И они Ей рассказывают Стихи Стихи Это ритмы Которые идут И она ходила Её душа Уже входила В тонкий мир Поэтому Они могут Таким вот образом Толковаться И когда вот Душа входит Поэтому Вот когда Вот говорит Человек Будем говорить Клиническая смерть И он рассказывает Что-то У одного похоже У одного не очень У кого-то ещё что-то Кто-то вообще летал Рядом со своим телом Потом вернулся Поэтому Здесь Нету Однозначно Но Что где-то Показывает Именно сны Показывает Что человек Идёт в свою сферу В которой Он должен Находиться Это его Сфера Где он Может реализоваться Реализоваться Где ему Будет интересно Где он Соответствующие Вибрации У него У Майкла Ньютона Там есть Разделение Физио Это самое На цветовые Гамма Дух Красный Синий Зелёный Оранжевый Фиолетовый И так далее Поэтому Это тоже Как бы он посмотрел Что там идёт По мере развития души Что она проработала И каким образом Почему Потому что Ну если например Душа молодая попадёт Будем говорить так В слой там Где профессора Находятся Ей будет скучно Ей будет скучно Неуютно И она мало чего Может там понять Если наоборот Профессор попадёт Там где души Первоклассники Ему тоже там Он ничего не может взять Почему Потому что мы тоже Там работаем Мы точно так же Там делаем работу Даже больше работу Чем мы делаем Это на земле Считается Что Вот человек Который физически работает На физическом уровне Устаёт Физически Перерабатывает Всё остальное Он Делает меньше работы В тонком мире Поэтому надо спать Надо отдыхать Больше иногда По этому самому Тозировать Немножко надо Свою деятельность Почему Потому что Во сне Человек делает Тоже очень большую работу В тонком мире Иногда он Может Захватывать Эту информацию Иногда Но очень редко Но бывает Что человек Может помнить Что он делал Там тоже Разнообразная работа Точно так же Как и на земле Кто-то Землю копает Кто-то Открывает Научные исследования Кто-то В лаборатории И так далее И так далее Поэтому Каждый человек Попадает в свою сферу В которую он должен быть Счастлив Если же По человеку плачут Рыдают И могут успокоиться На земном плане Человека могут стягивать Вне В ту среду Которую надо И вы делаете Плохо человеку Вот почему есть ролик Почему покойникам Плакать нельзя Именно вот в этом Смысле Если вы Человек уже хорошо Он ушел Своего физического тела Которое страдало Когда было больно Да Даже если он Внезапно умер Поэтому вы плачете по себе В свое время Я не могла понять Как это так Что значит Я плачу Плачу по себе Когда вот человек умер Я плачу по себе Да Оказывается так Для этого надо дорасти Почему Потому что Когда ты выходишь С физического тела Ты уходишь Там все классно Там все хорошо И человеку хорошо Он попадает в ту среду Вы плачете по себе Потому что вы расстались С этим человеком Вы расстались Это человеку не больно Да Иногда у нашего воображения Кажется Как он страдал Как он Да Он уже отстрадал Вот на данном этапе Если он умер Он уже отстрадал Самое страшное Вот с моей точки зрения Не знать Где ваш близкий человек Страдает он Мучается Или еще что-нибудь Вот это да Незнание А если вы уже увидели Что человек умер И все остальное Да больно Да надо поплакать Да это боль Это синяк Это который вот Ну будем говорить Тяжело Тяжело Но тем не менее Можно справиться Понять Что вашему Любимому человеку Сейчас легко У него нигде Ничего не болит Болит тело Поэтому А тело У него уже сейчас все Он ушел с тела И поэтому Да Но оттуда С тонкого мира Они видят нас Там видят Общаются По крайней мере Общение с нижним астралом Да идет С высшим астралом Все равно Они наблюдают За нами все остальное И мы приносим Им страдания Страдая сами Вот это надо знать Поэтому для этого Наверное Есть и молитва Которая Будем говорить Переключает человека В этом отношении Очень много ритуалов Например Вот когда говорят Да Вот когда идут Поминать покойника Почему Я вот смотрела Думаю Ну люди потеряли Человека А тут ешь Пьешь Общаешься Некоторые даже Чуть ли не песни поют В этом отношении Кощунственно Вроде бы как А в то же время С точки зрения Психологии Я вам могу сказать так Что когда человек Кушает Вот как заедают Стрессы Заедают стрессы Почему люди полнеют Вот у него стресс Он кушает Поэтому Когда оно выпьет У него расслабляется Вот будем говорить Нервная система И в это время Ему надо поговорить С своими близкими людьми Это психология Понимаете Поэтому наверное Вот где-то Немножко расслабляет Поэтому не все ритуалы Они плохие И прочее Прочее Наверное Надо прислушиваться К этим ритуалам Так вот Когда человек Идет своим путем В большинстве В своем Да Мы проходим Почему идем Коридором В основном Все Потому что Мы проходим Наша душа Идет через Будем говорить Позвоночник И выходит через Вот эту чакрочку Поэтому там Идет коридор Как бы Поэтому Насколько я поняла Все-таки Наша душа Находится в позвоночнике Может быть Она заходит там В сердце Может быть еще что-то В этом отношении Но тем не менее Находится она там Дальше И По Каким-то вещам И все остальное Их встречают Когда идет Душа Приходит в тонкий мир И ее встречают Все родные люди Родные люди Которые Умерли Часто Очень человек Видит во сне Когда вот Даже не во сне И показано Когда Что там могут встречать И что мы встретимся И так далее И так далее И клиническая смерть Что встречаются Близкие люди И по Майкла Ньютона Там тоже идет Именно И по некоторым Изделическим Таким вот Информации Тоже идет Что там встречают Нас близкие люди Близкие по духу люди По духу И близкие так То есть Это мама Отец Может быть Которые Родственники Какие-то Близкие Родные люди Но что интересно Они встречают Очень интересно Нас Потому что Мы С ними Вот с близкими людьми Мы Несколько жизней С ними Общались То есть Они были нашими Или любимыми Или матерью Или с отцом Или братьями Или сестрами Все остальное Это древние связи Которые идут И что интересно Мы их узнаем Почему Потому что Они вот Знаете Вот как Как бы объяснить Они меняют Свой облик Вот стоит Будем говорить Так Ну если Грубо сказать Например Будем говорить Как тонкая нить Человека Огненная нить Может быть Я так предполагаю И она Переливается Именно Формой Физической Поэтому Она может быть Вашей матерью В позапрошлой жизни Была Потом Она переливается Может быть Вашим любимым человеком Вы узнаете Что в какой-то жизни Этот любимый человек был Он переливается Вашим начальником Или просто Посторонним человеком Который Вы когда-то Он вам дал Понял Дал руку помощи Когда-то И вам становится Понятно Почему Этот человек Проходя мимо вас Буквально Он говорит Десять минут Он Круто иногда Изменил вашу жизнь Расскажу Историю Такую Которую Я Услышала Ну Немножко Чуть-чуть Про Длим Женщина Рассказывала Говорит Она Развелась С мужем И поехала К матери Взяла Два Детей Уехала С матерью Муж был Алкоголик По-моему Там Жуткая История Была Она Села В поезд Взяла Двоих Малых Детей И уехала Поехала И в дороге Она Очень сильно Заболела У ней Начался Начался Жар У ней Началась По-моему Говорит Потеря Сознания И все остальное Что-то У ней Заболела Она И ее Вместе С детьми Сняли С поезда Сняли С поезда И она Оказалась В больнице Но детей В какие-то Детские дома Отправили Это еще Раньше Было Может быть Сейчас Где-то И компьютеры И все остальное Тогда Это не было Я давным-давно Эту историю Знаю И Когда Женщина Выздоровела Долго Она Выздоровела Намерно Месяца Полтора Два Какая-то Инфекция Или болезнь Что-то У нее Было Поэтому Она Не знала Про свои Детей Ничего И когда Ее Выписали Надо было Искать Детей Надо было Доехать До Точки Назначения Она К матери Ехала У нее Ни денег Нету Ни Детей Нету Ничего Нету И она Говорит Я На вокзале Села На лавочку И сижу И плачу И вдруг Какой-то человек Подошел И дал мне денег Просто положил В руку деньги И ушел дальше Пошел дальше Я посмотрела А мне этих денег Конечно хватило На билет До матери Я приехала К матери И после этого Говорит Я Поехала обратно В город Стала наводить Справки Куда могли Деть Мои детей И потом Детей Привезла назад Вот понимаете Вот миг Но человек Помог этому И вот такие люди У нас встречаются Это родные души Которые должны Чуть-чуть с нами Иногда соприкоснуться Помочь в трудную минуту Когда нам Нужна эта помощь Вот такая помощь Нам приходит Поэтому Этот человек Мог быть В прошлой жизни Вас Очень родным человеком А в этой жизни Он должен буквально Чуть-чуть Соприкоснуться С вами И когда вы приходите Будем говорить В мир иной И вас встречают Близкие люди Родные Поэтому Вы Узнаете Именно вот таким Вот образом Потому что в одном Человеке Может Просматриваться Очень многие Воплощения Кем он был Для вас Продолжение следует... Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова